Доброго времени суток, братья и сестры, Мирон снова на связи. Скажите, как вы относитесь к религиозным мультикам? Вам, наверное, это может показаться какой-то некачественной, нравоучительной пропагандой религии, но, я скажу, бывают невероятно интересные, качественные и просто шикарные религиозные мультфильмы. В этом видео я расскажу о трёх очень хороших христианских мультфильмах. Ну что ж, поехали! А начну я свой ролик с невероятно доброго и красивого мультфильма от телеканала «Радость моя» под названием «Истории Ветхого Завета». Мультфильм повествует о библейских историях, от сотворения мира до конца Ветхого Завета. Все истории говорятся в стихах, от чего получается ещё большая и интересная духовная атмосфера. Мультфильм помогает разобрать и понять Библию, что здесь сделано очень качественно. Мультфильм предназначен для всех возрастов, так как многие, и дети, и взрослые, и отроки могут узнать из него много нового. Далее я хотел бы познакомить вас с одним из моих любимых мультфильмов «Пересвет и Ослябе». Этот замечательный мультфильм рассказывает о святых Пересвете и Ослябе, а также о князе Дмитрием Донском и Куликовской битве. Что хочу сказать, что битва, показанная в мультфильме, не уступает, а то и превосходит все битвы «Игры престолов». А ещё благодаря этому мультику я сдал контрольную по истории. А напоследок я расскажу о мультфильме, который можно смело считать одним из самых лучших христианских мультфильмов «Принц Египетский». Он рассказывает о жизни пророка Моисея и о его чудесном спасении, начале пути и исходе евреев из египетского плена. Мультфильм сделан максимально красиво и интересно. Смотреть можно на одном дыхании. Масштаб картины поражает и удивляет, а то, как подают вещи, просто, просто поражает. Например, я ещё никогда не видел такую историю Моисея, сколько не смотрел мультфильмов и документальных фильмов про него. Но несмотря на то, что мультфильм художественный, он не искажает смысл своей самой библейской истории, как зачастую бывает в подобных случаях. Благодаря хорошей подаче, этот мультфильм может понравиться не только христианам, но и даже заядлым атеистам. Например, он очень хорошо показывает жизнь в Египте, что может понравиться любителям истории. Ещё в мультфильме присутствуют красивые песни, которые просто завораживают. Этот анимационный шедевр идеально подойдёт для подростков, для любителей, так сказать, эпичных моментов. Конечно, прочтение настоящей библии этот мультфильм не заменит, но всё равно ясно, что авторы очень постарались. И лично я остался очень доволен этим мультфильмом. А на этом всё. Благодарю за внимание, подписывайтесь на канал, оставляйте своё мнение в комментариях. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok